Всем привет! Привет, город Нарва! С вами Иван, Никита Савинков и Шоу Болбол Подкаст. Поехали, пошло. Никита, мы с тобой вдвоем играем против каких-то рандомных челов. Они играют за Арсенал. Мы играем за Локомотив. Локомотив моя любимая команда. Как у тебя сейчас отношения с Локомотивом? С Локомотивом отношения прекрасные. После нашей игры предыдущей. После нашего теста. Отлично. Мы ничего не меняем. У нас тактика работает. Я думаю, все в порядке будет. На заднем плане просто какая-то жесть происходит. Проси, пожалуйста, маму, что идет запись. Я ей сказал. Она говорит, я попросила Никиту последить за котлетами. Какие клина у тебя не просила. Вы понимаете? Друзья, вы понимаете, сейчас вот это вот настоящая тема. Это вот как Никита живет сейчас с братом, с родителями. Что у вас там, котлеты какие-то готовятся? Котлеты сгорели. Котлеты сгорели. Котлеты сгорели, да? Инсайт, котлеты сгорели. Отлично. Мама у тебя вкусно готовит? Мама, да, прекрасно готовит. Какое у тебя любимое блюдо какое? Что, нужно мясного сказать или любое? Да любое блюдо, господи. Любое, просто блины. Что происходит? Слышь, ливаем, ливаем, я не хочу играть. Ладно, да забей, пофиг. Мы сейчас 10-0 с тобой втухли. Пожди, ну какое блюдо у тебя любимое? Ну вот блины, она жарит блины. Я не знаю, что у нее за рецепт, но я вкуснее. Блинов не пробую. А начинка есть какая-нибудь? Не, без начинки, просто вот. Просто блины, да? Да. Блин, я бы сейчас съел, я как раз только позавтракал. Блины на кишон. Так, а я желеный там, да. Блины, ну вообще она в принципе все вкусно готовит. Я не могу к чему-то прикопаться. А когда ты переедешь уже, ну как бы, когда этот момент наступит, когда ты решишь переехать, отделиться от родителей? Ну вот, я говорю, сейчас более рационально жить с родителями для нас. То есть, как только ситуация мне позволит, я сразу говорю, что сейчас спасаем. Сейчас, да, не представляется возможным просто. А почему? Ну, если честно, мне пока не хочется, как-то я очень-очень привык к своей семье и не хочу никуда переезжать. Я понимаю, как я помогаю, в принципе, родителям, пока есть младший брат. А как ты, что ты именно помогаешь? Ну, все мы жили, конечно же, с родителями. Я как-то, не то что свалил, но я переехал, ну мне было, наверное, 21, где-то 20, может быть. Ну, вот мне еще 21. Вот где-то в этот момент. Ну, у меня все это было связано с тем, что, ну, как бы, ну, сам понимаешь, там же девушка, там, потом жена, все такое. А, у тебя жена есть, ничего себе. Ты не знал, да? Нет. Я тоже инсайда могу открывать, я в 23 женился. Ну, кстати, не так рано, в принципе. Ну, да, не, не, нормально. Есть вот с Хомутовым Владом мы как раз делали выпуск. Он наш, он, по-моему, в 21, если я не ошибаюсь. Ну, да, он что-то говорил, я слышал то, что рано, уже нет, вы женились. Нет, я к этому подхожу очень ответственно, что ли. Я, если честно, не представляю сейчас себя в отношениях вообще совершенно. Ну, я думаю, Влад тоже ответственно подошел, просто у него так совпало, что девушка появилась. Ну, да, наверное, что я просто не находил пока такого человека, девушку, с которой я бы захотел связать жизнь. А есть что-то, что тебе в девушках нравится, как-нибудь, как-нибудь сейчас всем, всем нашим, нашей армаде женского, женского пола передадим? Я что, по воротам ударил, в Сантрополь? Мне нравится, конечно, рассудительная девушка. Что значит рассудительная девушка? Точно, точно не глупые. Способные мыслить глубоко. Ну, что это значит? Все так говорят, вот, надо, чтобы глубоко там мыслила. Что это значит? Как это вообще понять, что девушка мыслит рассудительно? А ты будешь не общаться, и ты поймешь, что тебя цепляет в ней. Тебе нравится, как она мыслит, тебе нравится, как она рассуждает. Она интересный человек, это самое главное. У тебя было такое когда-нибудь вообще? Чтобы прям настолько сильно зацепило меня, пока такого не было. Окей. Но у меня была история с девушкой, которой я добивался почти три года. Да? Расскажи. Да, она мне настолько нравилась, я ее, можно сказать, богиней считал. Настолько она мне казалась превосходной. И потом, как только я с ней сошелся через Бомисельского звенья, говорит, я тебя не люблю, но... А что случилось? Я не знаю. Похоже, что... Ну, я вообще очень мечтательный человек, и я люблю фантазировать, люблю представлять. Видимо, образ, который я нарисовал у себя в голове, он не сошелся с реальностью. То есть, Никита... Я уже много ситуаций пережил. Блин, жалко в одной из этого, да? Понимаешь, что надо бить? Много ситуаций пережил уже в голове, и, видимо, мне не понравилось, как в реальности все это происходило. Это я думаю, что так. На самом деле, не знаю, как это все работает. Может, ты просто не готов еще с кем-то так, как бы, ну, я не знаю. Может быть, может быть. Потому что, если честно, как-то вот у меня так было, что я вроде тоже молодой был, мы встретились, еще со школы знали друг друга, и как-то в какой-то момент вдруг я понял, что опа, мы живем вместе, как бы. И, знаешь, как-то, ну... Опа! Оно, типа, просто как-то случайно оказалось. Ну, да, типа, знаешь, в какой-то момент оп, о, мы живем, типа, вместе. Но это не так, конечно, я утрирую. Не то, что вот там... Я это вдруг понял. Но как-то со временем там больше стало оставаться у меня, а потом, ну, вот, стали жить. И как-то, ну, были, да, такие... Это было недолго, но были моменты, что... Блин, а хочу ли я этого вообще, знаешь? Нет, да это вообще прекрасно, если ты с женой живешь душа в душе, допустим. Ну, это вообще суперкруто. Я тоже об этом мечтаю. Но смотря... У нас очень много примеров. Не знаю, конкретно в нашем городе, не только в нашем городе, когда люди очень-очень рано расписываются и еще рано заводят ребенка, и уже потом все идет не очень хорошо. Ну да, ну, такое тоже бывает. Поэтому, поэтому я пытаюсь, если не подходить к всему этому вопросу. Ну, сейчас меня вот прям не тянет. Мне нравится, в принципе, что сейчас у меня происходит. Нравится развиваться с иному, в общем. Ну, нормально. Не, все правильно. Видишь, как мы... Я, если честно, даже не планировал с тобой на эту тему разговаривать, а мы целый тайм... Ну, это важная тема, в принципе, я считаю. Извини за такой личный вопрос, может быть. А у тебя родители, ну, они как бы с самого начала вместе, да? Смотри, у них сейчас удаление будет, извини. Да, я максимально честно могу отвечать. Это... Никакой проблемы там нет. Нет. Познакомились в 97-м году, в 96-м, потом... Ну, в Польше, потом родился я в 98-м. и жили, наверное, 20 лет вместе. Развелись только недавно. А, даже так, да? Да. То есть у тебя... У тебя... Я просто не знал, у тебя, значит, родители развелись, да? Да, развелись, но... Но при этом все еще продолжают жить вместе. Такие странности бывают. Это необычно звучит, кстати. Да, я хочу этим поделиться, потому что как бы бывают различные ситуации, и может у кого-то тоже будет такая ситуация, или у кого-то в семье есть такая ситуация, что вы просто люди не думали, что у них единственный кто-то так происходит, и что-то с ними не так. Ты вообще сам активен в социальных сетях? Ну, если честно, мне хотелось бы делать контент, мне хотелось бы как-то выделяться в соцсообществе, но я обычно бракую свои идеи, очень требовательно к себе отношусь, и поэтому нет. В социальных сетях я не активен в плане выставления чего-либо, но общаться с кем-то... Ты такой парень, который там в incognito mode смотрит за другими, да? Ну, нет, такого нет, хотя у меня есть фейк, но... Фейк на каком? Один разок только было в инстаграме, то, что подглядывал за кем-то, но... Наверное, за той же девушкой. Блин, который боготворил, я не помню, тогда вообще инстаграм был, ну да, у меня, наверное, не было еще. А как ты вообще относишься к соцсетям? Сейчас вот тикток очень популярен, как бы... Ну, это в основном очень молодые там тусят. Как ты вообще относишься к соцсетям в аквапак-активности? То, что очень многие... Для многих это второй мир, можно сказать, сейчас. Да, для многих второй мир, а многие считают это как бы зашкваром, или что... Почему не игрок кто-то побежал? Я все-таки отношусь ко всему новому прекрасно. Мне хочется быть в тренде, если можешь так сказать. Несмотря на то, что я еще молодой человек. Но я не хочу, например, становиться старичком. А у тебя бывает иногда такое ощущение, что ты... что-то там... Ой, блин. Что-то там... Конечно. Да? Ну, пример. Приведи пример. Ну, вот тиктоковские видео, которые очень опошлены сейчас, когда маленькие дети, можно сказать, выставляют такие видео просто супер-супер странные. Тогда я понимаю, что да, я слишком стар для этого всего. Плохо. Но я хочу учиться чему-то новому и не хочу, чтобы было так, например, как мой дедушка говорит, да, и я не хочу осваивать интернет или наподобие того. Потому что новые технологии, они много чего нового могут дать интересного. В том числе и тикток с его емкими полезными видосами может что-то дать. И при этом развлечь тоже своими трендами, реками и всем остальным. Слушай, а ты как ты думаешь в будущем, там, скажем, через два года, например, да, у всех клубов премиум в Лиге Эстонии, или хотя бы умножить, ну, большего его количества, будет тикток? Да, я думаю, будет. Потому что без этого никуда. Все-таки очень много дает молодая-молодая аудитория, ну, детская аудитория. Потому что, допустим, твой ребенок болеет за какую-то команду, да, и в том числе из-за того, что он смотрит тикток. Потому что ему нравятся герои. Как они что делают, там, допустим, возьмем Барусю Дортман, да, ему нравится, Ройс, ему нравится Хикими, допустим. И он наблюдает за ними, родители, естественно, они видят это все, они хотят радовать ребенка, они будут болеть вместе с ним, скорее всего, будут покупать ему футболки, экипировку и все остальное, и клубы на это могут зарабатывать неплохие деньги. Ну, да. Ну, по крайней мере, с маркетинговой стороны. В 2023 году, например, у нас будет, скорее всего, у каждого клуба будет свой тикток. Я не знаю, как насчет, например, нашей лиги. И, может быть, представь, ты будешь делать контент для нарвского транса в тиктоке. Да я не против делать контент для нарвского транса в тиктоке, мне кажется, это может быть довольно интересно. Но... Что бы ты делал? Какие это видео делал? Какие-нибудь футбольные челленджи надо было придумать. Просто, что угодно. Кроссбар челлендж, набивание, пристайл. Давай придумаем какой-нибудь челлендж прямо сейчас, что в следующий раз, когда в нарву приедут с балаболом, что-нибудь надо замутить будет. То есть, ты хочешь футбольный конкретный челлендж? Ну, да. Ну, можно не футбольный. Я не знаю, просто, насколько аудитория в нарвии поспремит разные социальные эксперименты. Я не знаю, если честно, как у нас люди следят вообще за всем этим. У вас люди вообще за новостями следят хотя бы? А то тут в какой-то момент я по эстонскому, ну, по эстонскому телевидению что-то включил и говорят, что русские вообще не следят за новостями. Я думаю, да не, в Таллине вроде все при этом потом показывали в Нарве. Ну, в Таллине люди еще более такие европейские, что ли. В Нарве, конечно, поближе к России. То есть, до нас даже коронавирус, смотри, сколько идет. У нас только один зараженный человек. Мне кажется, когда уже все будет апокалипсис, в Нарве только через два года он настанет, а люди будут ходить на завод, на работу, как бы, ну, все нормально будет. Жизнь закончилась, а что зарплата не пришла в этом месяце, да? Да, наподобие того. Но нет, очень много людей, конечно, следят. И вообще, иногда удивляешься, блин, это не наш, удивляешься, то, что в Фейсбуке люди там, допустим, лет 30, лет 40, и они настолько активны в социальных сетях, это намного, намного круче, чем... И так эмоционально еще комментируют, как бы. Намного круче, чем молодежь, намного. То есть, например, ты выставляешь фотографию, и тебе там напишут, допустим, смайлик поставят, сердечко там, или приколюха там, или что-то наподобие того. Или типа лайк. Взрослые, да, взрослые расписывают свое мнение, это настолько интересно, они что-то шутят, какие-то шутят, у них живая беседа идет в комментариях, и это настолько круче смотрится, чем в Инстаграме какие-то вот, ну, тупые, типа пожар, или наподобие того. Да, я иногда в Фейсбук захожу и все это читаю, смотрю именно взрослых людей. То есть, ты очень много в соцсетях читаешь и все такое, да? Вообще, если честно, вокруг меня слишком много информационного шума всякого, всякого рода. То есть, я подписан в Телеграме на, на Учпоп какие-нибудь каналы, в том же, в Ютубе, в Инстаграме. Столько фактов, ты можешь столько всего нового узнать и настолько стать интересным человеком. В итоге это не так работает, потому что мимо тебя каждый день проходят эти факты и ты, уже твой мозг, он не успевает все это переваривать и запоминать. Поэтому у меня сейчас, я наблюдаю вообще проблемы с памятью. Я не могу никакую историю вспомнить и рассказать. У меня какая-то пассивная память. То есть, если ты скажешь, например, зацепишься за что-то, возможно, я вспомню, но так из головы вообще я не могу. Ну, это проблема, наверное, везде, во всем мире, мне так кажется. Потому что, ну, все, мы смотрим как бы фотки, там, быстрые гифки, да, и все, как бы суть пропадает из всех вопросов для нас. Да, они менее важными становятся, вообще практически не цепляются у тебя в голове. Поэтому, я думаю, скоро себя ограничу в этом плане. Слишком, слишком много я всего читаю. А что ты, что ты можешь посоветовать людям какой-нибудь YouTube-канал или что-нибудь, я не знаю, что действительно интересно, возможно познавательно. На что стоит время сейчас потратить? Потому что, ну, в карантине так и так у нас больше времени что-то прочитать, что-то послушать. Кстати, я вот недавно общался с девушкой, тоже ей посоветовал несколько каналов. Только не несколько, я целый список написал, потому что была возможность это все открыть. Не качай стол, пожалуйста, малыш. Вот, но я могу вспомнить Утопия Шоу, например, я смотрю, это научно Утопия Шоу канал называется. Утопия, Утопия. Это научно популярный канал и мне больше всего нравится, когда он раскрывает конспиологические теории, в которые люди верят, но очень большое количество людей и заблуждается и говорит, что да, вот это так было, а он это все разбивает. Именно научный подход у него и мне нравится, например, его шоу. А спортивное что-нибудь можешь посоветовать? Ну, кроме Балабола, конечно. Балабол это естественно и вообще Бэтсейв. Да, в котором лучшие коэффициенты и все такое, да? Да, лучшие коэффициенты на киберспортивные события и все остальное. А как бы, ну, что-нибудь еще спортивное, потому что Балабол сейчас выходит раз в неделю, а, ну, хочется еще что-нибудь. Очень-очень много каналов, клубов сейчас развито, особенно ВПЛ. Что, если тут хороший защитничек. Английская премьер-лига, да? Да, английская премьер-лига, то есть Манчестер-Сити, допустим, у них свой канал, у Арсенала свой канал. Да, я скажу, даже у Крылья Советов интересный канал, у Спартака интересный канал. А, да? А что у Крылья Советов на канале вообще? А у них тоже выходят всякие челленджи, интервью или приколюхи конкретно с людьми, которые связаны с твоими советами из состава. Ну, то есть какие-нибудь игры, я не знаю, слова или еще что-то. Ну, то, что интересно зрителю, естественно, будет. Мне нравится наблюдать, если честно. Это из спортивных каналов, наверное. Ну, я не знаю, Dude Perfect это как? Спортивный канал или нет? Это пацаны... трекшоты всякие. Да, трекшоты, трекшоты. То есть они тоже, в принципе, я думаю, могут на поле неплохо смотреться. Понятно. Потому что, ну, это да. Я, да, вот этот последний я знаю канал, иногда поглядываю. Так, я просто не могу вспомнить, я вот говорю, информационный шум постоянно. У меня там больше трехсот каналов, наверное, но я много смотрю про оппозицию в России, но, что папа, кстати, меня любит очень. Мы с ним постоянно спорим на эту тему. Я, я больше оппозиционер, а он, наоборот, за традиционные устои. Вот. То есть, извини за такую конкретику, но ты типа Навальный, он Путин. Наподобие того, да, но ты прям попал в точку. На самом деле. Потому что я больше смотрю, да, что-то связанное с Навальным, там всякие, тоже оппозиционные каналы, а он смотрит телевизор. И вот на этом фоне мы ругаемся, то есть, да, что в интернете, что на телевидении, это вообще разные вещи. У всех своя пропаганда, то есть, даже у Навального пропаганды, я часто проверяю источники, которые выказывают все. И, ну, естественно, он только негатив говорит, а если позитив. Ну что, Никит, давай подведем итог нашего, нашего, нашей игры, нашего подкаста вообще. Просто запомните, ребята, то, что Эдер лучший нападающий планет на Землю. Эдер лучший нападающий мира Земля. Пишите в комментариях, кого вы хотите, с кем вы хотите, чтобы я сыграл в любую игру. Я буду читать. Ну, побольше мнений, на самом деле, они помогают. И, Никитос, спасибо тебе огромное за это все. что позвал меня. Удачи тебе, удачи Нарви Транс, и до новых встреч. Пока-пока. Поиграли с тобой, пока у меня друзья. Друзья отдыхают. Вообще класс. Давай, пока-пока. Давай, пока. Субтитры сделал DimaTorzok